1944 год. Красная армия начинает освободительный поход в Европе. Позади операция Багратион. Самое масштабное наступление Второй мировой. Всего за несколько недель освобождена Белоруссия. Дальше были Вильнюс, Львов, Хелм, Люблин. В районе Сандомира форсирована Висла. Первые советские танки уже на подступах к Варшаве. Казалось, еще немного, и город будет полностью освобожден. Но именно это так и пугало наших тогда еще официальных союзников. Вопрос о военном поражении Германии, он уже ни у кого не вызывал сомнений. В 1942 и даже в 1943 еще не была уверенность в том, что нацистская Германия потерпит сокрушительное поражение. А в 1944, особенно после операции Багратион, ни у кого сомнений в том, что Германия будет развита, не было. Поэтому надо было очень торопиться к праздничному столу, чтобы отрезать побольше. Цель Москвы – получить в Восточной Европе, если не дружественные, то хотя бы лояльное государство. Да, с коммунистами и представителями левых сил в правительствах, но совершенно не обязательно советские. Гражданская война у собственных границ никому не нужна. Но довоенные политики Восточной Европы мечтали, что все будет так, как раньше. И не просто мечтали. Рассчитывали на помощь Лондона и Вашингтона. Эта помощь, казалось, переломит и политическую, и историческую реальность. Ведь та же Польша в 1939-м в пятый раз потеряла свое государство из-за непомерных амбиций, жадности и недальновидности своих руководителей. И далеко не все здесь хотели возвращения к старому. 17 сентября 1939-го, когда Красная Армия вошла на бывшие польские территории Западной Белоруссии и Украины, ее действительно многие встречали цветами. Местное население, украинское население, по сути дела, работало на правах холопов. И польская политическая элита, и польское шлихетство, и даже польское крестьянство относилось к непольским национальностям всегда пренебрежительно. Вот такую картину увидели советские войска на окраинах бывшей Польши. Нищета, полуголодное население, почти средневековый уклад жизни. Трактор многие увидели лишь при советах. Польские чиновники называли эти территории Польша-Б, бесправные полуколонии, в отличие от главной Польши, Польши-А, и от отделения официального. Но главная незримая граница проходила отнюдь не по карте. Одна Польша хотела нового, справедливого послевоенного устройства страны. Именно она дошла с нами до Берлина. Записывалась сформированная на территории СССР войско польское. Она, оккупированных немцами, формировала коммунистическое подполье. Будущую армию Людову. Другая Польша мечтала о возвращении старых шлихетских привилегий. Причем от моря до моря, от моря до моря, не меньше. Именно такую позицию занимало польское эмигрантское правительство в Лондоне. Это были крайние националисты. Речь Посполитая, огромными границами на востоке, западной Украины, западной Белоруссии, Литва. Вот они это все хотели обратно себе захватить. Более того, может быть, даже расширить. И поэтому уже тогда, 1943-1944 года, они мечтали о том, чтобы вся Восточная Пруссия отошла Польше. И Силезия, и Померания, границы по Одру, а может быть, дальше. Подпольные группы, подчинявшиеся этому польскому лондонскому правительству, в феврале 1942 года были объединены в армию Краеву. Теоретически получилась довольно внушительная сила. Почти 500 тысяч человек. Но до 1944 года более-менее значимых антигитлеровских акций у нее не было. Даже когда в 1943-м вспыхнуло восстание в Варшавском гетто, армия Краева помогла ему, выдав один пулемет, один автомат, ну и 70 пистолетов. Силы собирались тратить не на помощь евреям, а на то, чтобы, когда советская армия будет выгонять немцев с территории Польши, появиться перед ней и заявить «Мы здесь власть». Именно это и предполагал разработанный лондонскими поляками план «Бужа» – «Буря». Суть этой операции заключалась в том, что в городах, ранее входивших в состав Второй Речи Посполитой, при отступлении немецких войск, и когда еще туда не вошла Красная Армия, армия Краева должна была установить свою власть и удерживать их, объявляя о восстановлении, о территориальном восстановлении Второй Речи Посполитой. А Буркомаровский также отдал приказ армии Краевой о проведении акции «Нет», которая заключалась в нападениях на Красную Армию, нападениях на советских служащих, и в итоге этих нападений с 1944 по 1946 годы погибло порядка 4 тысяч советских военнослужащих. Это задокументированный факт органами советской военной контрразведки. Военными армии Краевой убиты 7 советских медсестер, бежавших из немецкого плена. Армия Краева предписывает вести борьбу с советскими партизанами на Западной Украине и в Западной Белоруссии, а также готовить всеобщее восстание в этих областях к моменту вступления туда Красной Армии. В Луцке и Рожищах создана польская полиция, которая выполняет приказы немцев. В Пшебродах немцами создан отряд поляков численностью до 1200 человек, имеющие на вооружении 45-мм пушки, станковые и ручные пулеметы, винтовки. Поляки распространяют среди местного населения провокационные слухи о якобы совершаемых советскими партизанами убийствах мирного населения. Оперативная группа, действовавшая в районе железной дороги Вильна-Гродно, подверглась нападению сил армии Краевой. Сумела выйти из окружения, только переодев часть бойцов в немецкую форму и инсценировав немецкую карательную экспедицию. Таких документов в российских архивах множество. И время Варшавского восстания не исключение. Поразительно, но факт. Желание въехать во власть на плечах советской армии прочно соседствовало с желанием стрелять этой армии в спину. Вот, например, свидетельство советского разведчика Ивана Колоса В момент восстания он находился в польской столице и был известен повстанцам под позывным «Капитан Олег». И вот что он пишет. Боевая подпольная организация армии Краевой, так называемая ПКБ, проводила специальные облавы на русских военнопленных, которые вырывались из немецкого плена, стремясь захватить заложников для создания обменного фонда с Красной Армией. Ну или вот, например, официальная пропаганда армии Краевой не упускала случая опорочить Советский Союз и Красную Армию. Или вот еще, все украинское население, которое оставалось в городе, было вырезано или расстреляно. Силами ПКБ также были уничтожены остатки евреев, которых не успели уничтожить немцы. Отдавший приказ о таких действиях командир АК Тадеуш Комаровский, позывной Бур, с немцами действительно общий язык находил куда проще и быстрее, чем с советскими солдатами. Еще во время Берлинской Олимпиады 1936 года он, тогда капитан польской команды по конному спорту, познакомился со многими высокопоставленными нацистами. В немецкой команде был, например, Хайнц Брант. Во время покушения в 1944-м он фактически спас фюреру жизнь. Был Герман Фегелейн. Тогда куратор подготовки конных трасс, а потом муж младшей сестры Евы Браун. По свидетельству Гудериана, приятельство со свояком фюрера Комаровский поддерживал изо всех сил. Были у него и другие связи. Никто иной, как палач Варшавы Эрих фон Бакселевский, дальний родственник Комаровского. В этом смысле его невероятное везение во время войны уже не кажется чем-то чудесным. То живым и здоровым бежит из немецкого плена, то выходит сухим из воды, когда всю руководимую им вооруженную подпольную группу накрывает гестапо. А то и вовсе занимает место своего шефа, когда того очень стати гестапо арестовывает. Совпадение или нет, но именно этот человек, Тадеуш Мур-Комаровский, и отдал приказ о начале вооруженного восстания в Варшаве 1 августа 44-го года ровно в 17.00. Откровенно говоря, самым неудачным временем для начала восстания было именно то, в какое оно началось. Как будто руководители восстания нарочно выбрали время, чтобы потерпеть поражение. Маршал Рокоссовский потом писал воспоминания. В первое время мы даже думали, что это слух, который распустили немцы. Недоумение понятно. Ведь восстание началось не тогда, когда немцы думали лишь о том, как выбраться из болот Белоруссии. Не тогда, когда в городе были в основном учебные, тыловые и полицейские части. А именно тогда, когда гитлеровцы стали стягивать к Варшаве свои лучшие силы. Хадз Гудерян тогда прямо заявил, если не удержать Вислу и Сан, можно откатиться до Одера и Эльбы. К бою готовились танковые дивизии «Мертвая голова», «Викинг», «Герман Геринг». Немцы прекрасно понимали, красная армия измотана боями, надо контратаковать. Тылы отстали, авиация не перелетела на новые аэродромы, то есть наступательный порыв уже выдохся. И в этот момент как раз немцы в конце июля, в начале августа нанесли мощнейший контрудар по нашим наступающим войскам. Мы шуткали сказать, что наша танковая армия, которая наступала в состоянии фронта Рокоссовского, потеряла более 400 танков. И вот в этот момент как раз поляки начинают свое вооруженное восстание. Как это произошло, почему это произошло, какие цели имеют поляки. Наш командование ничего об этом не знало. Ни Рокоссовский, ни в Москве, ни Сталин, ни наш наркомат иностранных дел. Мы оказались перед фактом. Именно это поставить Советский Союз перед фактом и было настоящей целью организаторов восстания. Приказу военному предшествовал приказ политический. Его отдал руководитель польского правительства в Лондоне Станислав Миколайчик. В конце июля он собирался в Москву, а до этого провел переговоры в Лондоне и Вашингтоне. Содержание переговоров Миколайчика относительно восстания с Черчиллем и с Франклином Рузвельтом до сих пор остается засекреченным. Эти документы засекречены еще на 50 лет, и мы не можем судить, что он говорил, какие гарантии, возможно, он получал. При этом надо учитывать следующий факт, что 22 июля 1944 года армия Людова в освобожденном городе Хелме объявила о том, что она не признает легитимным польское эмигрантское правительство, сама будет бороться за власть над всей Польшей. И вот когда мы сложим все эти факты, и приводит нас к мысли, что восстание проводилось в условиях острой политической борьбы для того, чтобы выбить из рук Сталина или про советских каких-либо сил козыри в борьбе за власть в новой освобожденную Польшу. Это, возможно, и ключ к пониманию других странностей начала восстания. Не взрывались мосты и железнодорожные пути, не брались под контроль вокзалы и берег. Больше того, восстание, которое вроде как готовилось долго и тщательно, оказалось практически полностью безоружным. Самодельные гранаты и коктейли Молотова едва ли не главная ударная сила. Каждый вечер руководители восстания ловят радиостанцию «Свит». Она вещает из Лондона. Ждут песню «Красный пояс». Это условный сигнал. Помощь уже вылетела. Но «Свит» передавала танго. Это значило на сегодня никаких полетов. Неудивительно. Летать кому-то на помощь не в традициях Англии. Удивительно, вера в Англию. Ведь всего пять лет назад она обещала объявить войну Германии в случае нападения на поляков. Объявила. На словах. На деле, за несколько дней скормила Гитлеру доверчивую и жадную Польшу. Но ее политиков это так ничему и не научило. Они гораздо больше ненавидели Россию, чем любили Польшу. Там специально под поле в Варшаве готовилось такие и баррикады, да, они готовили, и какие-то укрепленные пункты для того, чтобы создать какой-то последний оплот. Вот немцы, если окружат восставших, начнут их бить, тем не менее, это будет символом сопротивления. Да, восставшие погибнут. Да, мирные жители погибнут. Но это будет символом сопротивления. Уже тогда думали о том, что русские, если не смогут помочь, это будет символом, который потом пойдет в пику Советскому Союзу. Десятки тысяч поляков, искренне веривших, что сражаются за Польшу, против немецкого фашизма, даже не подозревали, кто и как будет использовать их героизм и самопожертвование. Им и в голову не приходило, что из них делают пушечное мясо будущей информационной войны. А вот те, кто ими руководил, а главное, те, кто курировал этих руководителей в Вашингтоне, Лондоне, да и в Берлине, прекрасно понимали, военная победа СССР во Второй мировой – дело ближайшего времени. А значит, надо уже сейчас готовить солдат для будущей схватки уже с Советским Союзом. Миф о том, что Красная Армия якобы специально не помогла Варшаве – неотъемлемая часть этого глобального плана. Тот же Бурко-Маровский, он, собственно говоря, и запустил первым негатив относительно Красной Армии. Советский Союз предпринимал попытки пробиться к восставшим. И плюс, Рокоссовский по личному указанию Сталина организовал воздушный мост, и в результате мы перебросили восставшим тонны продовольствия, вооружения и так далее. То есть сказать о том, что Красная Армия никаким образом не помогала повстанцам – это абсолютнейшая ложь. 4821 боевой вылет. Именно столько сделали наши ночные бомбардировщики по два за время восстания. С колоссальным риском для жизни. На предельно малых высотах. Только так можно было доставить груз точно в цель. Кстати, англичане и американцы так не рисковали. Кидали с безопасных больших высот, и в итоге почти все их контейнеры попали к немцам. Но только авиамостом советская помощь не ограничивалась. Наша зенитная артиллерия прикрывала город от налетов немецкой авиации. А в середине сентября было решено попытаться прорваться восставшим на помощь. Время десанта – 16 сентября. Место высадки, план артиллерийской подготовки и авиаобеспечения были заранее согласованы с руководителями восстания. Но вместо армии Краевой бойцов 1-й польской армии, она воевала в советских рядах, встретили гитлеровцы. Руководители повстанцев не только не оказали десанту никакой помощи, даже не попытались связаться с ним. Позже мы узнали, что по распоряжению гура, Тадеуша Комаровского и монтера Антония Хрустеля, командира Варшавского корпуса армии Краевой, части и отряды армии Краевой к началу высадки десанта были отозваны с побережья вглубь города. Их место заняли немецко-фашистские войска. При этом пострадали находившиеся здесь подразделения армии Людовой. Аковцы не предупредили их, что покидают прибрежную полосу. Выяснилось позже и другое. Именно в это время Тадеуш Комаровский вел с обергруппенфюрером СС Эрихом фон Дейнбах-Зелевским переговоры о сдаче по родственному с максимальной выгодой для себя. На этих кадрах он выглядит растерянным, ведь ему обещали, что все сохранится в тайне. Но Бах-Зелевскому нужен громкий отчет перед Берлином, и корреспонденты Дойче Вохеншау деловито выполняют свою работу. За кадром остался банкет в честь сдачи. Обо всем этом рассказал потом уже сам Бах-Зелевский на Нюрнбергском процессе. Мы вели чисто товарищеские беседы, обсуждали его личные надобности и потребности группы его офицеров, связанные с их местом жительства, питанием и удобствами. Я говорил ему, что имею славянскую кровь, что девичья фамилия моей матери Шиманская. И тогда, совместно с Комаровским, мы установили, что мои и его предки получили шляхетский титул от короля Яна Третьего Собецкого. На следующий день после капитуляции 3 октября 44-го года радио армии Краева и Блесковица передавало. Немцы собираются эвакуировать население героического города и защитить его от нападения большевиков. Помните, что немецкие войска некоторое время будут щитом, охраняющим наши семьи от нападения большевиков. Для руководителей восстания так и было. А вот судьба самой Варшавы и поверивших им варшавян была совсем иной. Немцы буквально стерли польскую столицу с лица земли. Больше 200 тысяч мирных жителей были убиты во время массовых казней в городе, замучены в концлагерях, умерли на принудительных работах в Германии. 17 января 45-го в момент освобождения города советские войска и наступающая вместе с ними первая польская армия увидели Варшаву вот такой. Казалось, город исчез с лица земли навсегда. Восстановили. 50% работ безвозмездно профинансировал СССР. Разрушенные дороги и мосты безвозмездно восстанавливали инженерные части РККА. Польским крестьянам безвозмездно передавали сельхозтехнику. Шли сюда и продукты в качестве подарка. Тонны хлеба, сахара, сухофруктов. И это в 45-м, 46-м, 47-м, когда в самом Советском Союзе люди умирали от голода. Но сейчас обо всем этом в Польше приказано забыть. Вот это польские учебники истории. Ну вот конкретно этот для техникумов и лицеев. И вот раздел Варшавское восстание. Особо от которой зависела судьба восстания был Сталин. Тем временем Сталин решил, что восстание прекрасный повод руками немцев расправиться с руководством армии Краевой и польским правительством в изгнании. Сталин запретил помогать. Сталин отказал в помощи. Союзники хотели помочь, но Сталин не разрешил и так далее. Вот этот учебник уже для школ. Тоже раздел Варшавское восстание и в принципе все то же самое. Советским военным было запрещено оказывать любую помощь восставшим. Они остановились на подступах к польской столице. Более того, прекратились полеты советской авиации, которая еще в июле господствовала в воздухе. Чем спровоцировали немцев больше атаковать восставших. Историк и исторический реконструктор Ольга Добржинска на съемку нашей программы пришла в форме, которую носили солдаты войска польского. Той самой армии, которая вместе с Красной армией дошла до Берлина. Но в сегодняшней Варшаве небезопасно даже напоминание о том, что именно людям в этой и в советской форме Польша вообще обязана существованием своего нынешнего государства. Особенно, если напомнить это 11 ноября, в день независимости. Если бы в такой форме пойти от 11 ноября, это было бы очень много критики. Это можно было бы, так сказать, пожертвовать собой. В Польше быть историком это очень тяжело. В Польше можно быть историком такой одной страны. Быть историком Запада как бы говорить только про плохую Россию. И это не просто разговоры. Часть планов, которые вынашивались еще с начала прошлого века. Польский Дрангнах Остен. Он сорвался в 20-х, не успел реализоваться в 30-х, провалился в 44-м. Но наследники тех, кто считал гитлеровцев своим щитом, снова у власти. то, что сегодня творится, это уже консеквенция наследствия тех самых сил, которые тогда помогали полякам принимать разные нереальные решения. Я имею в виду вот англосаксов, Лондон, они же управляли этим правительством, они создавали вот ту обстановку, при которой вот те политики принимали. И это актуально до сих пор, что есть в польских властях люди, которые больше ненавидят Россию, чем любят Польшу. И они снова готовы повторить. Именно сейчас, как им кажется, появилось окно возможностей. Многие снова верят. Мифы на крови нравятся, потому что умалчивают о главном. То, что в мифе окно возможностей, в реальном мире совсем другое. Дверь в пропасть. Продолжение следует...